Приветствую вас. Вероятность того, что мужчина примет решение в пользу вас, то есть в пользу того, чтобы остаться с вами в отношениях, конечно, есть. Шанс этого есть. Он небольшой, по опыту могу сказать, но он есть. Другое дело, на самом деле, не в этом, да, другое дело на самом деле в том, почему вас, почему вас это так сильно волнует, вот. То есть, почему вас это так сильно волнует, почему вы говорите, что ничто не предвещало беды для меня, да. По какой причине вы как будто бы не желаете отпускать человека, значит, который явно к вам охладел и так далее. Вот. То есть, это всё в купе с тем, что вы пишете про то, что душили его своей любовью, ну, наводит на мысль о том, что у вас есть элементы созависимости, да. То есть, то есть, вы нуждаетесь в этом человеке, вы нуждаетесь в нём, он вам, соответственно, нужен. И нужен он вам, судя по всему, ну, довольно сильный. И весь вопрос в том, чем, вот. Вот, я думаю, что именно это и нужно констатировать в первую очередь, то, что вы написали. Значит, то, о чём вы договорились. Это здорово. Вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно больше думать о себе, вам нужно больше заниматься собой, вам нужно больше сосредотачиваться на том, что делаете вы, на том, чем занимаетесь вы. Вот. Вот. Это мне представляется куда более важным и ценным. Вот. Для вас. Именно. Потому что это, ну, это действительно важно. Понимаете? Вот. Если вы просто будете ждать, если вы просто будете ждать, пока молодой человек, там, что-то решит для себя, например, если вы просто будете ждать, то вряд ли это что-то изменит. Кардинально. По крайней мере. Потому что вы по-прежнему будете ждать, что мужчина, ну, как бы, примет вас. И тем самым, вполне возможно, будете на него давить. Ну, вот. А это ещё никому не помогало. Никому. Абсолютно. Вот. Поэтому, если вы хотите действительно отношения наладить, то я рекомендую вам действовать вот именно по... Такому принципу. По такому направлению. Да. Далее. Далее. Далее я хотел бы просто заметить некоторые моменты, которые мне представляются важными. Их несколько. Первый момент это то, что подруги, которые, ну, есть у вас, да, как вот вы говорите, они хором все кричат о том, что он вернётся. Это. Это вот то, что, ну, что-то происходит, да, это свидетельствует о том, что у вас нет как таковых личных границ. То есть, то есть, границ личной жизни у вас нет. И подруги ваши, они знают о, значит, ну, о том, что у вас какие-то проблемы и, да, но подруги знают об этом. И это не есть хорошо. Потому что личная жизнь, личная жизнь, она всё-таки на то и личная, чтобы в неё никто не вмешивал. Да. А подруги вас только сбивают, скорее всего. Далее. Вы пишете про то, что задушили любовью своего молодого человека. И на это я полагаю есть причины. Есть причины, по которым вы действительно задушили любовью своего молодого человека. И причина эта кроется только в том, причина кроется только в том, что вам самой нужна любовь. Вы сами хотите любви. А это означает, что вы себя недостаточно любите. Отсутствие любви к себе означает, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. И, соответственно, именно, именно поэтому, именно потому что вы себя такой, какая вы есть, не принимаете, вся эта ситуация и происходит. То есть вы за счёт молодого человека пытаетесь решить свои проблемы. Проблемы, например, например, с принятием себя, да, вы пытаетесь решить проблемы, там, со спокойствием, гармонией, понимаете? Такая вся история. Вот. И я думаю, что это и послужило причиной, по которым у вас с вашим молодым человеком начались проблемы. Вот. Мне, мне кажется, мне кажется, что так. Конечно, я могу ошибаться. Безусловно, и может быть, ситуация, там, совсем в другом у вас. Ну вот. И ваш вопрос, который вы задаёте, вы пишете, вот интересно, такое вообще возможно? Вы спрашиваете про него, но не спрашиваете про себя. Ведь, понимаете, в чём дело, если вы не изменитесь, если вы не начнёте вести себя по-другому, если вы не будете менять свою модель поведения, да, то всё останется как есть. И даже если мужчина никуда от вас не уйдёт пока, пока что не уйдёт, то он всё равно будет испытывать негатив, находясь с вами. Поэтому то, что вас бросил парень, это не в один прекрасный день он вас бросил, а это именно следствие длительных, скорее всего. длительных конфликтов, длительных проблем и так далее. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, я думаю, что, я думаю, что исходить вам нужно именно из этого. исходить вам нужно именно из такого положения вещей и подумать как следует, подумать как следует над своей ролью в том, что случилось. уже исходя из этого что-то делать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! для меня в соорудобного команды. Но это будет белое главное. Продолжение следует...